всем привет ждем когда все подключится к эфиру всем привет я сегодня очень-очень коротко возьму какой-то отрывок до из нашей насыщенной событиями недельной главы толдот и немножко мы его разберем всем привет рада рада быть в эфире всем привет подключаемся повторюсь я уже об этом сказала я сегодня хочу очень-очень вкратце поговорить о маленьком небольшом отрывочки из толдот недельной главы на самом деле наша недельная глава толдот насыщена просто многими-многими событиями о том рождении якова и сава как рифка них узнала вы знаете есть такой отрывок небольшой в нашей недельной главе когда рифка она была беременна и она не знала что у нее двойня она проходила если когда она проходила мимо синагоги у нее там происходило просто буря война что-то там в животе происходило и она очень переживала это же когда она проходила возле церкви мест и дала поклонство тоже там происходила буря война и она не могла понять что происходит с ее ребенком или он хочет учиться в синагоге и быть верующим соблюдающим евреем или он хочет в церковь эту в общем и она паниковала и она пошла к шему сын ноаха и спросила у него что происходит как и шем сказал ей что всевышний наградил ее родоначальниками двух великих народов у тебя будет два сына которые будут управлять своим народом и действительно это исав и яков вот и просто один из них будет богобоязненный еврей во второй будет преступником мы знали что иса был убийцей он делал плохие вещи и вы знаете как только я читала вот этот трек в пронедельную главу я сразу вспомнила мою любимую историю которую я такая я такая вот я уже знаю чем я буду с вами сегодня разговаривать это потрясающая история для каждого из нас у беременной женщины в утробе в животике сидят близнецы два ребенка и один из них говорит второму ты знаешь когда мы родимся там будет наша мама она будет за нами ухаживать она будет нам помогать там так хорошо мы будем исполнять заповеди мы будем жить там а второй ребенок говорит ему что что никто с живота не возвращался с того мира мы умрем как только ты выходишь из этого мира все другого мира нет во что ты веришь и так каждый день что они были в утробе матери был у них спор один говорил что есть будущий мир есть ангел мама есть заповеди есть яркие цветы запахи вкусы есть возможность соблюдать столько всего а второй всегда говорил нет смертом ничего нет и это похоже очень на нашу с вами ситуацию да мы с вами живем в нашем мире и многие может быть говорят да нет следующего грядущего мира нет это все неправда ничего там нет евреи же в свою очередь мы знаем что есть грядущий мир что всевышний он специально нас поместил сюда для того чтобы мы до его проходили как-то и чтобы мы заслуживали на наш будущий мир но давайте мы будем как тот ребенок в животе у мамы который говорит да есть будущий мир там есть ангел мама там есть всевышний папа просто мы как дети да скажите сейчас ребенку первый класс 5 умножить на 8 там это 40 или там 6 умножить на 7 это 42 то есть ребенок скажет что ты мне вообще говоришь поэтому мы как дети мы не понимаем дела всевышнего нам он вообще не постижим но это не повод не верить и терять наши шансы если у нас есть шанс что там ты дашь заку значит это уже заслуга для грядущего мира почему это не сделать почему мы почему мы теряем целый мир просто потому что нам лень просто нужно делать зажечь свечи перед шабатом одеть филин делить халу я не знаю просто верить в это исполнять вот всем спасибо за этот эфир давайте мы будем тем ребенком который верит в грядущий мир он прежде всего оптимист вот всем желаю хорошей хорошей недели спасибо за этот эфир всем пока